Снизить процент инсультов и инфарктов, вернуть пациентов к привычному ритму жизни. В Республиканскую клиническую больницу поступило новое оборудование для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Новая ангиографическая система, полученная в рамках регионального проекта, очень нужна в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения. В 2020 году для нас, конечно, очень важен нацпроект. Для переоснащения регионального сосудистого центра выделено почти 120 миллионов рублей. Важно направить все усилия врачей и специалистов для того, чтобы решить основные задачи, которые ставит перед нами нацпроект. Это снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Пациенты регионального сосудистого центра, которые работают на базе больницы, считаются особенно тяжелыми. Всех, у кого специалисты скорой подозревают нарушение мозгового кровообращения, стараются сразу же привести сюда. Именно первые часы лечения инсульта считаются самыми эффективными. Аппарат для искусственной вентиляции легких и две современные ультразвуковые системы премиум-класса с широкими возможностями. Это то, что помогает поставить быстрый и точный диагноз и начать лечение. Такое оборудование недавно появилось в центре. Кроме этого, в неврологическом отделении для лечения острых нарушений мозгового кровообращения поступили 11 аппаратов для роботизированной механотерапии верхних и нижних конечностей. Без этого трудно вести реабилитацию больных. Именно с их помощью идет активная разработка крупных и мелких суставов после инсульта. Мария Федорова, Виктор Степанов, Республика.